Я вот не знаю, что делать. Будем, наверное, переезжать на это время к бабушке, потому что дома как бы и так уже прохладно, погода такая переменчивая. Почти месяц без горячей воды и с двумя детьми на руках. Это больше похоже на школу выживания, чем на жизнь в благоустроенном панельном доме. Объявление на подъездах о том, что большая часть Лесосибирска на три недели останется без горячей воды, уже наделало много шума. К такому, говорят горожане, приготовиться невозможно. Ну это очень много, три недели. Посуду помыть можно и холодной, там нагреть чайник, посуду, как мне. Стиральная машина сейчас в холодной воде подключена. Но насчет помыться, конечно, это будут очень большие неудобства. От нас это не зависит. И как они решили, так они и сделают. Особенно нас, пенсионеров, они что, спрашивать будут? Ругать коммунальщиков все же не стоит. Большого ремонта на центральной котельной вообще могло не состояться. Новые трубы отливали по спецзаказу. Они из стали особого диаметра. Заявка была сделана еще зимой, но изготовили их всего месяц назад, а доставили в город только вчера. Будет с подрядчиком согласована график производства работ. Может придется и в две смены как минимум работать. То есть сейчас мы это все технически продумываем, инженерно продумываем, чтобы было быстро и оперативно это сделано. Как можно быстрее. Но тем не менее с 23 августа, пока предварительные слоки до 10 сентября, мы это ставим на отключение. За это время нужно заменить 600 метров теплосети. Можно сказать, что это одна из самых важных составляющих любой котельной. Это те самые трубы первого теплового контура, по которым поступает вода в центральный тепловой пункт, где она нагревает воду, которая поступает в дома к жителям. Смонтирована вся эта конструкция была примерно в 90-е годы. И здесь о большом ремонте мечтали давно, потому что за время эксплуатации в трубах появились технические свещи и даже разрывы. Наконец новые трубы пришли. Их осталось только смонтировать. Почти три года назад именно из-за порыва магистральной трубы Лесосибирск в 40-градусные морозы остался без тепла и горячей воды. Тогда аварию устранили за несколько часов. Сейчас делают все, чтобы подобные ЧП не повторились. На этой трассе уже были инциденты. Крупный аварийный инцидент может привести к очень печальным последствиям для микрорайонов 7-го, 5-го, 9-го. Очень значительные части города. Например, какие? Но это может привести к самому нехорошему, что может предположить. К полной разморозке системы отопления и системы подачи горячей воды. Поэтому это архиважная работа, которую нужно провести. Ремонт городской котельной обойдется почти в 10 миллионов рублей. Средства выделили из краевого бюджета. Теперь задача номер один – закончить все работы до старта отопительного сезона. Анжелика Александрова, Степан Хрисанфов, Енисей. Новости.